Всем привет, друзья! Перед началом ролика хочу вас попросить поддержать мой второй канал и подписаться на него. Канал посвящен интересным, реальным историям из жизни людей. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Спасибо за подписку! Дима Чайков выпрашивает у Иры Пингвиновой фото дочери. Ира продолжает придерживаться выбранной линии поведения. Она не позволяет Диме Чайкову встречаться с дочерью и даже игнорирует его просьбы увидеть, как выглядит подросшая Милана. Пользователи не понимают, зачем Ира лишает дочь отца из-за собственных прихотей и обид. Но все неудобные мнения она просто игнорирует. Чайков до сих пор не может осознать, что с дочкой ему видеться запрещено. Его нет в свидетельстве о рождении ребенка. Фамилию девочки Пингвинова тоже дала свою. Подарки принимать ни от него, ни от его родных не хочет. Приехать и увидеться с ребенком не разрешает. Дима был готов хотя бы на фото увидеть, как подросла девочка. Но его просьбы остаются без ответа. Почти два месяца назад Ира объявила, что ее дочь будет расти без отца. Она не желает никаких контактов ни с Чайковым, ни с его родственниками. Хотя те тоже очень хотят увидеть девочку, подарить подарки и наладить общение. Дима объясняет пользователям, что на вопросы, почему его родственникам не разрешено видеть Милану, отвечать должен не он, а Ира. Совершенно непонятно, в чем виновата бабушка Чайкова и почему Ира обижает людей, которые так тепло ее принимали, когда она приезжала в гости с Димой пару лет назад к его родне и со всеми знакомилась. Пользователям любопытно, как она собирается объяснять дочери, почему у нее нет отца и чем он так провинился. Ира явно добивается того, чтобы с ней вообще прекратили контактировать. Поклонники советуют Чайкову обращаться в суд, иначе он не сможет видеться с дочерью. Может, Ира все-таки одумается и справится. Поймет, что интересы дочери в данном случае на первом месте и только потом ее собственные обиды и недовольство Чайковым. Алену Савкину развели на 200 тысяч рублей. Алена мечтала об открытии детского магазина еще со времен своего участия в телестройке. Поклонники ждали-ждали и принялись задавать вопросы, когда же обещанный магазин заработает. Экс-участница не сразу, но призналась, что ее просто обманули. Знакомый взял 200 тысяч рублей на оформление всех необходимых документов и ничего так и не сделал. С тех пор прошло пять месяцев, она уже нашла товар, подготовила дизайнерские модели одежды, а обманщики так ничего не сделали. Такое впечатление, что ее жизнь на телестройке ничему не научила. На проекте Алена часто сталкивалась с мужчинами, которые использовали ее ради того, чтобы задержаться на шоу. После ухода все продолжается. Максим Колесников так и не устроился на работу, Илья Семин бросил работу ради отношений с ней, что Алена считает своей маленькой победой, но по факту она снова обеспечивает избранника. Однако при всей наивности Алена смогла накопить сумму для открытия магазина, содержит семью, экономит для приобретения собственной жилплощади, находит время, силы и возможности для отдыха в ночных клубах. А теперь еще и на адвоката придется потратиться, чтобы вернуть свои деньги. Так бездарно потраченные. Кстати, Оля Рапунцель тоже недавно жаловалась на мошенников. Похоже, их обманул один и тот же знакомый, только Ольге удалось отделаться меньшей суммой. Она выплатила всего 25 тысяч рублей и тоже грозилась решать вопрос с адвокатом. Пользователям любопытно, что это за знакомый, которому удалось так удачно заработать на обеих сестрах. Анна Левченко ответила по поводу предстоящего кесарево сечения. Накануне беременная экс-участница Дома-2 была экстренно госпитализирована. После суток молчания в социальных сетях Аня вышла на связь с подписчиками. Девушка сразу же заявила, что поводов для волнения нет и она находится в надежных руках. Впрочем, изначально Ане действительно пришлось попереживать. Поводом обратиться к врачу стало неожиданно открывшееся кровотечение. А вот уже в больнице врачи огорошили будущую мамочку, озвучив вес малыша. По словам Левченко, ее сын уже сейчас весит несколько больше нормы. Правда, даже при таких раскладах она будет рожать сама и о кесаревом сечении речи не идет. К слову, малыш может появиться на свет уже со дня на день. Первоначальная предварительная дата родов была назначена на 21 марта. Однако, в свете угрозы преждевременных родов, до срока Аня доносит вряд ли. Давид Манукян обратился к Ольге Бузовой через социальные сети. Несколько дней Давид Манукян провел на больничной койке, однако так и не дождался сочувствия от бывшей пассии Оли Бузовой. После недавней ссоры Ольга хоть и пыталась зарыть топор войны, призвав голосовать за дау в шоу-танцы со звездами. Все же так и не навестила его в больнице. Вероятно, сам Манукян на что-то рассчитывал, а вот окончательно, разочаровавшись возлюбленной, записал для нее обращение. Давид дал понять, что, как и всегда, Оля предпочла ему шмотки, рестораны и пафосные мероприятия, хотя в этой ситуации могла бы хотя бы раз в жизни забыть о своей гордости. Впрочем, огорченный молодой человек поспешил сам себя успокоить. Давид признал, что сам виноват в своем разочаровании, ведь это была его фантазия. Кроме того, Дава выразил надежду. Для себя он расставил правильные приоритеты в жизни. К слову, называть имен Манукян не стал. Правда, подписчики без лишних слов поняли, кому адресован посыл. Иосиф Оганесян обижен невостребованностью его творчества в сети. Недаром интересовались планами на будущее Оганесяна на телепроекте Дом-2. На вольных хлебах муж Саши Черно в полной мере ощутил правоту ведущих закрытого шоу, ведь его ролики успехом не пользуются не только в Инстаграм, но и других социальных сетях. Обидно Оганесяну, считающему себя не просто тенью мощной супруги, но и выдающейся творческой личностью, что нет ажиотажа вокруг контента и обсуждений при просмотрах тоже нет. Одно дело – скандальная популярность жены, другое – оценка кривляния Йоси на камеру. Не в стилисты же ему идти, вот и пытается возмущаться Оганесян низкой активностью подписчиков. Может, пора бы глянуть на ситуацию непредвзятой Иосифу Оганесяну или попросить помощи у Александра Черно и ее пиар-менеджера. Ольга Рапунцель мечтает о походе в кино с мужем. Новая волна противостояния Оли Рапунцель и ее антифанатов разгорается в сети. Не успели уведомить Олю поклонники, что детский сад, о котором она рассказывала в сети «Открыт», как бренд «Дома-2» опубликовала пост о том, что мечтает о походе в кино с мужем, ведь они с Димой очень устают с двумя дочками, без помощи от бабушки или няни. Как только появились данные очередного рекламодателя, в этот раз салона массажа Травле Рапунцель возобновилась, и владелица заведения от сотрудничества отказалась. То ли дело фирмы подгузников, которые все-таки рекламу Ольге доверяет. Хоть и гордое звание амбассадора, Алене Ашмариной передала. Оказывается, Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко работают в сетевом маркетинге. Уж не у Антона Легусева. И очень устают, так как постоянно находятся вместе с детьми, потому нет возможности сходить вместе в кино. Ведь нанять няню Ольга Рапунцель не рискует или денег у супругов нет. Неблагодарная Саша Черно полила грязью телепроект Дом-2. Экс-участница реалити рассказала подписчикам, что по рекомендациям посмотрела шоу «Пацанки» и пришла в невероятный восторг от них. Также супруга Йоси буквально полила Дом-2 грязью, раскритиковав руководство. Пользователи уже привыкли к тому, что Саше постоянно что-то не нравится, поэтому спокойно отреагировали на критику скандальной телестройки, о которой она еще совсем недавно была совершенно другого мнения. По словам Саши, она никогда не пошла бы на Дом-2, если бы узнала про пацанок раньше. Девушка считает, что на проекте руководство не продвигало своих подопечных, а лишь делало певцов из бездарных исполнителей. Похоже, Александра забывает, что именно из-за Дом-2 она сейчас имеет такое количество аудитории, фолловеров и рекламы, за которые она получает немалые денежные суммы. Саша расхвалила пацанок, отметив, что это шоу идет в ногу со временем. Героям помогают развиваться и осваивать ТикТок, поэтому звезды этого проекта становятся знаменитыми и востребованными, не как на Доме-2. Видимо, Саша забыла про то, что именно телестройка помогла ей закрыть кредиты, сыграть свадьбу и жить сейчас гораздо лучше, чем она могла бы. Анита Кобелева и Федя Стрелков планируют ребенка. Хотя Федя Стрелков до сих пор так и не познакомил Аниту Кобелеву со своими родными, не побывал с ней в ЗАГСе, но ребята планируют стать родителями. Подойти к беременности они решили также ответственно, как когда-то Майя Донцова и Алексей Купин. В планах у пары сдача всевозможных анализов, общение со специалистами и многое другое. Анита Кобелева часто жалуется подписчикам на проблемы со здоровьем и гормональные сбои, что не мешает ей задуматься о детях. Раньше она говорила, что станет рожать только после 25. У нее много времени в запасе. Сейчас говорит, что на подготовку понадобится больше года, поэтому они с Федей нашли клинику, которая им поможет. Федя и Анита же побывали у специалистов, выяснили, какие анализы будут сдавать. Они занимаются спортом, правильно питаются и все равно им нужно готовить организмы больше года к деторождению, повторяют за Майей Донцовой и Алексеем Купиным. Те тоже все готовились и готовились, а когда фолловеры надоели вопросами о результатах подготовки, прекратили обсуждать беременность. Похоже, Аните просто удалось найти клинику для рекламы, чем, собственно, и занимались Майя с Лешей. Закончился рекламный контракт, закончилась и подготовка к беременности. К тому же, Майя и Леша все-таки успели пожениться, в отличие от Феди и Аниты. Стрелков даже не знакомит свою подругу с друзьями и родственниками. Хотя Кристина Лисковец знала и семью Феди и его друзей, может, Кобелевой стоит как-то озадачиться этим вопросом, решить вопрос за мужеством, а затем уже готовиться беременеть. Тем более, что Федя не славится надежностью. Лисковец он бросил, когда та забеременела, сбежал без объяснений. Не поступит ли также с новой избранницей? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди много всего интересного. До скорых встреч!